Низкое давление. Если вы зашли к нам на канал, значит вас интересует неприятная ситуация, связанная с низким давлением. В этом видео вы узнаете все про низкое давление, о продуктах, которые позволяют поднять давление и как надолго можно повысить давление без применения лекарств дома. Также мы вам порекомендуем несколько народных методов, с помощью которых можно избавиться от низкого давления быстро. Низкое давление является неприятной штукой, но обычно оно не представляет опасности для организма. При этом игнорировать такие приступы нельзя. Чем опасно низкое давление? Если уровень давления 90 на 60, то с вашим организмом все в порядке. Когда оно уменьшается в любом из чисел, это говорит о том, что давление снижено. Как часто вы проверяете свое давление тонометром? Высокое давление опасно для каждого человека, но есть люди, у которых пониженное давление является нормой. Это может продолжаться до тех пор, пока не появляются побочные эффекты, что уже потребует лечения. Среди таких симптомов можно отметить головокружение, слабость, повышенное выделение пота, озноб, тошнота, снижение концентрации. Все эти факторы будут мешать общаться и работать. Причины появления пониженного давления могут быть разные, от стрессов, обезвоживания организма до внутренних кровотечений, инфаркта и прочее. Поэтому важно изначально выяснить, чем вызвано такое недомогание и когда вылечится основная патология, то давление придет в норму само. Когда надо обращаться в больницу. Как только человек обнаружит, что давление сильно упало, а также у него побледнеет кожа, станет слабым пульс, дыхание участиться, появится спутанность сознания, то это признаки того, что необходимо обращаться в больницу. Замедление может привести к шоку, что опасно для жизни. Также это может стать причиной повреждения внутренних органов или мозга. Поэтому не надо медлить. Какими способами можно повысить давление дома? Вы знаете народные способы, с помощью которых можно повысить давление дома? Напишите в комментариях. Далее будут приведены несколько способов, с помощью которых можно повысить давление дома. У такой патологии есть неприятный момент – это симптоматика, при появлении которой надо обращаться к врачу, так как она может нарушить привычный образ жизни. Но пока вы не решились идти к доктору, можно воспользоваться простыми рецептами, чтобы повысить давление самостоятельно. Выбирайте их в зависимости от того, что вам больше подходит. Первое. Съесть соленое. Небольшой кусочек брынзы, соленого огурца или селедки, а также другие продукты с большим количеством соли позволят повысить артериальное давление. Поэтому соль часто противопоказана тем, кто страдает гипертонией, но тут совершенно другой случай. При использовании такого метода надо помнить о том, что нельзя постоянно повышать давление с помощью соленых продуктов. Переизбыток соли в организме может стать причиной сбоев в работе миокарда, особенно если человек в преклонном возрасте. Второе. Выпить воды. Для повышения давления можно выпить стакан воды или два. Жидкость способствует увеличению объема крови, поэтому давление на стенке сосудов увеличивается, что повышает давление в организме, а также предотвращает обезвоживание. Третье. Компрессионные чулки или гольфы. Часто такие средства применяют для уменьшения припухости при расширении вен на ногах, а также устранения болей, но с помощью них также можно уменьшить объем крови в ногах. Если кровь будет вытесняться из сосудов на ногах, то это может повысить давление в других частях тела. Четвертое. Правильная поза. Этот метод является альтернативой компрессионным гольфам или чулкам. Человеку необходимо сесть и закинуть ногу на ногу. Так можно уменьшить объем крови в ногах и повысить давление в организме. Поза противопоказана тем, кто страдает от гипертонии. Пятое. Кофе. Это наиболее популярный метод, но он не всегда может быть действенным. Кофеин способствует повышению давления, но у тех людей, которые употребляют напиток, редко. Если вы постоянно пьете кофе, то он будет неэффективным при пониженном давлении. Шестое. Корица. С помощью этого вещества стимулируются сосуды. Для того, чтобы приготовить состав, необходимо взять четверть чайной ложки корицы и залить стаканом кипяченой воды. Настаивать состав 20 минут и потом добавить в него мед. Пить надо вечером и утром по две чайные ложки, но стоит избегать употребления средства перед сном. Если для приготовления состава нет времени, то повысить давление можно с помощью кусочка хлеба, посыпанного корицей, который надо съесть. Отвары. Также можно применять растения для повышения давления. В этом помогут настойки и отвары из лимонника, женьшеня, элеутеракока, левзеи. Взять столовую ложку указанных выше трав и залить стаканом воды. Настаивать состав на протяжении 30 минут и выпить натощак. Если у вас есть готовые спиртовые настойки из этих трав, то можно их добавить в воду 40 капель на 100 миллилитров. Первое. Зеленый чай. В крепком кофе меньше кофеина, чем в зеленом чае. После употребления такого напитка вы почувствуете бодрость через 15 минут, но после этого наступит ахикардия и усталость. Поэтому выпивать надо утром чашку вкусного зеленого чая, в который можно добавлять мед. Второе. Вода. Снизится давление, может от обезвоживания организма. Это обычно происходит летом, когда обильно выделяется пот и уменьшается количество жидкости в организме. Поэтому случается обморок и прочие неприятности. Чтобы справиться с состоянием, надо выпить стакан воды. Третье. Коньяк. При пониженном давлении надо выпивать 30 миллилитров этого напитка, что равно 2 столовым ложкам. Эффект будет длительным и будет держаться на протяжении часа или двух. Но надо помнить, при использовании такого средства, что будет запах спиртного, что может навредить в некоторых ситуациях. Четвертое. Растирание ступней. Если внезапно падает давление, то надо интенсивно растирать ступни ног. Человек должен при этом лежать, а ноги у него должны быть слегка приподняты. При гипотонии у человека будут всегда холодные конечности. Это из-за того, что кровь плохо поступает к ним. Растирание позволит возобновить циркуляцию крови. Пятое. Массаж. Для поднятия давления полезна эта процедура. Надо положить на центральную часть затылка 3 пальца и надавить на точку. Потом растереть верхнюю часть плеч между лопатками. Шестое. Холодный и горячий душ. Это полезно для организма. С помощью такого метода можно повысить тонус сосудов и привести давление в норму. Седьмое. Дыхательная гимнастика. Чтобы повысить давление, с самыми простыми способами можно вдохнуть глубоко и задержать дыхание на 10-15 секунд. После этого выдохнуть. Такие действия надо повторять 5 раз и лучше делать это на чистом воздухе или возле окна. А вы пробовали какие-либо из перечисленных методик? Представленные методы помогут повысить давление самостоятельно дома и доступно для каждого. Не спешите использовать лекарства, а попробуйте хорошо выспаться, сделать зарядку, примите контрастный душ и вы забудете, что такое пониженное давление. Продукты, с помощью которых можно повысить давление. Сниженное давление является основным продуктом утомления, недосыпания, стрессов, а также неправильного питания. Особенно это касается тех, кто ограничивает себя в еде по тем или иным причинам. Также относится это к тем, кто по каким-то причинам не может вовремя поесть. В результате давление может сильно упасть. Это касается и тех, кто сидит на диетах и думает, что уменьшенное количество пищи поможет снизить вес. Но это не так. Организм будет потреблять запасы жира, которые в нем есть, а из-за того, что будет не хватать питательных веществ, давление будет падать. Чтобы поднять давление, необходимо поменять свой рацион и употреблять каждый день такие продукты. Бобовые, крупы, мясо и субпродукты, рыбу, зеленые салаты и овощи, пряности и специи, сыры, орехи, красное вино, черный шоколад. Если организм принимает, то можно есть копчености или соленья, но надо помнить, что от употребления этих продуктов может наступить отек, потому надо быть осторожным с ними. Надо стараться питаться правильно и добавлять пряности в блюда умеренно. Также не надо перебарщивать с жирной едой, но не стоит отказываться от жиров и углеводов полностью. Стоит отказаться от газированных напитков, а также выпечки. Если вы будете пытаться справиться с проблемой пониженного давления такими способами, то это может стать причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта и появления ожирения. Обычно низкое давление сигнализирует о том, что есть какие-то патологии в организме. Если такое происходит редко, с помощью указанных методов вы можете повысить давление самостоятельно. Если же давление падает постоянно, тогда надо пересмотреть свой образ жизни, рацион и также применять указанные выше рекомендации. Как надолго повысить давление без лекарств? Доктор может установить причину пониженного давления и назначить лекарства, которые приведут его в норму. Но вы можете при необходимости помочь себе сами, изменив образ жизни. Врачи рекомендуют при гипотонии не пить спиртного, употреблять больше воды, регулярно давать нагрузки на организм, не стоять долго на одном месте, не принимать горячие ванны длительное время, сократить количество углеводов, питаться небольшими порциями несколько раз в день. Народные методики для поднятия давления. Для профилактики можно спать 9 часов в день, а при пробуждении делать зарядку, принимать контрастный душ, использовать продукты, которые повышают давление. Если давление упало и его надо быстро поднять, то рекомендуется употреблять шоколад с кофе, пить коньяк, выпить стакан каркаде или съесть кусок хлеба с корицей. Также можно медленно разжевывать черный хлеб с солью, рассасывать лавровый лист с солью под языком, прикладывать к колбу мокрое полотенце. Для того, чтобы эффект усилить и продлить, необходимо пить настои и смеси. Среди спиртовых настоек, которые можно использовать дома, такие. Первое. Из плодов китайского лимонника. Для этого надо залить водкой продукт в отношении 1 к 10 и держать в темном месте 14 дней, а затем принимать 2 раза в день по 30 мг. Второе. Настойка радиолы. Залить растения 300 г водки на ложку травы. Полученную смесь надо держать 14 дней, затем принимать по 30 г 3 раза в день. Настой без содержания спирта. Первое. Медово-лимонный. Для приготовления надо взять полкило лимонов и залить их литром холодной воды, предварительно измельчив. Через сутки можно добавить 500 г меда и держать смесь в холодном месте 3 дня. Принимать перед едой по 30 мг. Второе. Медово-чесночный. Три зубчика чеснока измельчаются и далее в состав добавляется ложка меда. И настаиваться он должен 7 дней. Принимать надо по 1 чайной ложке перед едой. Чай для повышения давления. Можно заварить чай из лимонника, цикория, мелисы и клубники. Смешать эти растения между собой и залить литром воды. Далее на протяжении 5 минут настоять. Пить 3 раза в день в теплом виде. Вы до сих пор не знаете, как можно поднять давление при помощи питательных смесей? Для этого измельчите курагу, орехи, изюм и финики. Добавьте туда меда и наслаждайтесь такой едой утром. Продолжение следует...